Добрый день, друзья! Меня зовут Игорь, и KingSong отправил первую партию CS16X в Россию. Но я сегодня хочу поговорить о колесе, на котором я езжу сам. А сначала предупреждение. В последнее время много наших подписчиков и зрителей высказывают свое удовольствие о том, что я в наших видеороликах езжу без защиты. Конечно же, ребят, при использовании любого средства передвижения, такого как моноколесо, скейтборд или электросамокат, нужно использовать экипировку. Это поможет вам снизить степень возможно полученных травм при падении. Что касается меня, так я профессиональный каскадер. Вы уже не возмущаетесь, почему Арнольд Шварценеггер в фильме «Терминатор» ездит без шлема. Так что не забывайте пользоваться защитной экипировкой. Она может вам пригодиться в самый неожиданный момент. Субтитры создавал DimaTorzok Люди очень часто спрашивают у меня, «Игорь, а на каком моноколесе ездишь ты?» Ответ простой. Я взял себе вот такой вот обычный Кингсон КВА-17Л. С виду, конечно, он выглядит немножко необычно, но внутри это обыкновенная «Элька» с гидроизоляцией от компании «Экодрифт». И сегодня я расскажу вам, почему я выбрал именно 18Л. С момента выпуска 18Л прошел год. И этот год компания Кингсон не теряла даром. Благодаря отзывам пользователей удалось устранить ряд изначальных недостатков. А по качеству связки контроллер и аккумулятор Кингсон является бесспорным лидером. Это я вам говорю, как руководитель сервисного центра. За последний год было очень много нареканий на работу аккумуляторной батарейки у компании «Эмоушн». Также были проблемы у компании «Найнбот». Помимо этого, у моноколес фирмы «Найнбот» часто горела силовая нижняя плата. Также продолжают выгорать контроллеры на «Готвей». Правда, не так часто, как это было раньше. И только на Кингсонгах мы меняли контроллеры по таким причинам, как не калибруется угол наклона педалей и неправильное отображение напряжения. Силовая часть контроллера не горит вообще. И добавив в эту сборку качественные аккумуляторы, я могу полностью положиться на этом моноколесо. Мне очень нравится именно Кингсонг 18L по динамике разгона. То, как он реагирует на мои движения ногами. Именно отклик педалей, торможение, ускорение, преодолевание всяких возвышенностей или наоборот спусков. Я его полностью контролирую ногами. Я уверен в нем, что я в нем не могу упасть на нем, даже съезжая с моста какого-нибудь огромного. Оно очень быстрое, ускоряется хорошо, держит дорогу хорошо. Лично мое мнение, что это колесо одно из самых удобных вообще. По форме, по езде, оно не давит в ноги, не натирает. Его форма позволяет практически полностью перекрывать ногу. То есть им комфортно управлять. Удобно очень прыгать. А теперь давайте с вами разберемся, что изменилось в L-ке за год и почему это важно. Первое, это внутренняя часть корпуса. Мы разобрали моноколесо для того, чтобы показать это вам. Внутренняя часть теперь выполнена только из белого пластика. Как оказалось, он гораздо прочнее. А все слабые места, на которые были нарекания, укрепили и сделали толще. Проблем с новыми корпусами уже нет. Они очень надежные. Правда, они уже сделаны под новые датчики. А это уже следующее отличие. Второе, из-за проблем с наводками в торговых центрах или метро, KingSong 18L первых ревизий могло зависнуть или начать вести себя неадекватно. Как выяснилось, вся проблема кроется в тензу датчиках. Поэтому KingSong отказался от них, заменив их на микровыключатели или концевики по-другому. Система проще, даже надежнее. И поэтому она не приводит к зависанию. Контроллер остается прежним. Просто в колесо еще добавляется плата согласования. Поэтому, если нас смотрят особо любознательные мистеры самоделки, а я знаю, они нас смотрят, помимо корпуса надо докупить новые датчики, пружины и платы согласования. Пункт номер 4. Фара. Что касается фары, фары год назад перегревались и перегорали. Но KingSong быстро устранили эту проблему с заменой светодиода и добавлением дополнительной теплотудачи пластины. Проблема перегрева и преждевременной кончины фары до сих пор встречается у Goodway. С каждой новой моделью они делают все больше отверстий вокруг фар. У KingSong все отлично. Фара является лучшей на рынке у качества света. Пятое это контроллер. Сейчас стоит ревизия 1.3. И это, как я говорил ранее, очень надежный контроллер. Недавно KingSong выпустил обновление прошивки для моделей KingSong 18L и XL. Это 1.13. С этой прошивкой колесо ездит гораздо приятнее и мягче. Я всем советую обновиться. Но помните о стабильном интернете. И чтобы во время прошивки телефон не выключался, не дай бог вам не позвонила ваша бывшая или с работы начальник. Или попросите наших квалифицированных менеджеров из магазина при покупке нового устройства, помимо натягивания чехла, чтобы они обновили вам прошивку до последней версии. Это позволит избежать возможных маловероятных проблем в будущем. Шестое. Это направляющие ручки. KingSong переделал направляющие на всех моделях своих моноколес. Фиксатор на направляющих стал массивнее. И они доработали сам механизм внутри ручки. Кроме этого, сами направляющие изменили цвет. Теперь они стали черные. Что гораздо более гармонично сочетается с верхней части ручки и с базовыми штатными подушками. Таким образом, если раньше KingSong CS18L, XL можно было брать с оговорками про торговый центр, про корпус или про ручку, то сейчас на этих моделях нет таких проблем. И этим летом я езжу только на CS18L. Хотя скоро выйдет 16X. Я еще подумаю, что лучше. На этом сегодня у нас все. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы смотрите наши ролики. Ставите нам лайки, пишите комментарии. Потому что чем больше комментариев будет под этим видео, тем больше аудитория сможет его увидеть. Поэтому пишите, пишите, еще раз пишите, мои толстые львы. Ой-ой-ой, ни х**а себе какие чайки. Потому что окирпичится колесо, окирпичится. Привет, Саш. Молодец, KingSong, молодец. KingSong быстро обновился. И вот и подложка. Хохол внутри меня бышует. Понимаешь, если утки есть видео, то это все. Это видео взлетит просто в топ просмотра. Кря-кря. Полетела утка, смотри, ты видел? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...